Всем хеллоу, с вами Санчус. И наконец-то выходит то, что все давным-давно ждали, а именно мистер Мане. Октан из русской освободительной армии. В чём суть до дела? В общем, был генерал Власов с его Роа. После победы нацистов над СССР у него с немцами случился разлад, но потом большевики опять вернулись по время западно-русской войны, и опять пришлось дружить. Но Роашники позволили себе слишком много автономии, и Самару захватили Коннор, создали, как предтеча будущему государству своему. И с немцами стали окончательно отношения не очень. Такая вот непостоянность вызвала дезморальку у некоторых офицеров. И появилось несколько разных клик, там, Зыков с его демократией, Буньянченко или Буянченко, хрен его знает, с его милитаризмом, ну и, конечно же, Октан, с его Мане. Нужно, короче, весь этот разброд и шатание прекратить и объединить Роа. Ситуация у нас двоякая. С одной стороны, Реон прям смачный, сочненький такой на 3 миллиона человек. Но дебафики! Люди нас недолюбливают, потому что мы, блин, немецкие шавки. Хоть и на данный момент вроде бы как нет, но всё равно успели зашквариться. В Лаасова отдельно недолюбливают. Вояки с гражданскими себя не очень чувствуют, ну и низкая коррупция. А вот это я чую, мы скоро исправим. У нас ещё есть отдельная механика на контрабанду, который, конечно, заведует Октан. Не вчера у нас, конечно, отношения так себе, но они, в принципе, не против нам парочку стволов там продать лишних и разных других плюшечек и безделушек, которые можно гражданским раздать или военным, чтобы слегка скрасить их несчастное существование. Тут главное не заиграться и не поднять коррупцию до небес, но... Когда я играл за Кагановича, я немного зассал устроить голод масштабный. А за Октаной, я думаю, буду чуть смелее. Ну и раз уж я играю за Манимена, то я думаю, будет не грех упомянуть, что у меня есть Данути Аналерс. Ссылочка в описании, и вы мне тоже можете парочку рубликов законтрабандить. В Ласову немного грустно существовать на этой земле, потому что народ его ненавидит, а собственным офицерам вообще пофигу. Строят там, смышляют какие-то свои делишки у него за спиной. Он вроде бы как что-то контролирует и сохраняет баланс между фракциями, но его старческое влияние всё слабее и слабее. Когда реальная власть принадлежит нескольким кликам. Есть пропагандист Зыков с его демократией. Ещё есть Буньянченко или Буняченко, который весь из себя милитарист. Ну и, конечно же, главный Гуколдвод. Мишка Октан. Со своими неплохими связями в москвиене, что позволяет ему нормально содержать своих солдат. Ну и также заниматься прочими интересными другими штуками. Вон, даже Ласовы хорошим табачком можно подкупить. Своё хозяйство у нас не очень и развито, поэтому нужно думать, как вооружить армию. Поскрепсти по сусекам, там подыскать, где можно. У народа поотнимать. Или довериться старому доброму немецкому качеству. Ну а чё, нам и так ежемесячно дойчи подарки присылают. А тут запросим чуть побольше партию. Да, похоже, на Самаре разработчики из мода решили полностью использовать всё своё графоманство. Столько ивентов, про которые я могу просто сказать, ну, да, круто. Никакой типа информации, просто мелкие зарисовки. Да, я понял, вы умеете их писать, молодцы. Вам без такими талантами на фигбук, ей-богу. Нужно думать, что делать с недовольными. И как, в общем и в целом, привлекать народ на свою сторону? А то это некоторые проблемы доставляют, то, что к нам не очень относятся. Тут, конечно, без чисточек пока. Но небольшие палитрепрессии всё же по пути Актана будут. Ещё тут некоторые дурачки хотят накормить народ, чтобы привлечь его на свою сторону. Но это дебилизм, естественно. Потом этот люд начнёт какую-нибудь очередную большевистскую революцию, недорасстреляешь. А жратва понадобится нашим лоялистам. Те вот остальные пусть немного поголодают. Говорят, это даже полезно. Мне даже немного жалко, теперь Власова. Настолько всем на него пофигу, что он сам не может себе преемника выбрать. Происходит сброд разношёрстных офицеров РОА, которые будут выбирать второго, а в будущем и первого человека в армии. При этом сам Андрюшка только сбоку где-то там. Пока там всякие вояки и демократы пытаются в убеждении авторитет, когда же Актан пользуется самым традиционно русским способом привлечь на свою сторону народ. Старая добрая взяточка. Конечно, интересно иногда послушать, что там блеют или лякают всякие ораторы. Но гораздо приятнее, когда тебе дарят какую-то драгоценную безделушку или прочую штучку. Приколдесную. Ну и конечно же Актан с его манее. Смог в этом нетоголосовании победить. Далеко не все, конечно, этим довольны, но кто их спрашивает вообще? Экс, в скором времени уже нужно будет объединять западную Россию, но перед этим нужно подготовить наше гнездовье освободительной армии. И сделать из этой унылой Самары хоть что-то похожее на нормальный город. Будто нам и так проблем не хватало, появилась ещё одна. А именно небольшая проблемка с офицерами. Все нормальные давно свалили, а остальные сидят на зарплате у Октана и балдюют. Нужно пополнять штаб. Тут вон даже на это целая механика есть. На самом деле, я похоже пошутил, сказав, что офицеры на зарплате у Октана. Это наша будущая цель, чтобы повысить среди них лояльность. А пока офицерский корпус относится к Октану не совсем с симпатиями. Но с этим мы ещё разберёмся, сейчас время готовиться к войне по плану Октана. Его идеи... А, да, его идеи. Что-то среднее между варлордизмом и дворянами. А именно для эффективности административного управления Мишка поделит территорию Конора и рассадит везде своих губернаторов-офицеров. Ну да, в России же сейчас и так не хватает мест, где офицеры имеют своё собственное управление над территориями. И это, кстати, ещё одна механика. Непонятная какая-то хрень. Военные гражданские внутренний круг. Дань можно просить или призывников. Уступки делать, повышать, понижать влияние. Ну, короче, вот какая-то такая тема. Пока подзанимаемся более понятными вещами. Дам отправим на заводы пахать, винтовочки поделаем, самолёты там понастроим. Вот чё-нибудь такое более традиционное. На самом деле у Роа как-то многовато показателей, связанных с армией. Их состояние, блин. Вот это ещё тема с офицерами. Теперь ещё и напряжение появилось. У меня так чуть-чуть многовато. Ещё нужно решить, кто будет управлять нашим оплотом с Самарой. Конечно, есть весёлые мальчики из внутреннего круга. Но им и так очень хорошо. А вот вояки. Всё равно нам больше нужна их лояльность. Чтоб потом не было проблем с желанием солдат умереть за Октана. Блин, это напоминает механику Васильевского. А административная механика Васильевского мне в свою очередь напоминает механику из Европки 4 по передаче разных провинций разным сословиям. Тут по сути примерно такая же тема. Ну и да, получается Октан настолько гений, что придумал феодализм. Вот на самом деле прикольно служить под Октаном. Он, конечно, сраный коррупционер и любитель полизать сапоги немцам, но своих людей он хорошо снабжает. Оружие, едой, сигарами, алкоголем, разными другими приколюшками. Да и при этом сам багач становится. Крутой, в общем-то, мужик. Самара вроде бы как более-менее готова к войне, а значит время атаковать. Вон, тем более, Гитлер уже успел помереть. И в рейхе гражданка началась. Грустно, конечно. Грустно от того, что с контрабандой могут быть из-за этого проблемы. А так, ну и ладно. Зато нас бомбить никто не будет. Еще есть один небольшой сдерживающий нас от дальнейших завоеваний фактор, а именно вот эти вот недобитки демократы и милитаристы. Власть они, конечно, не получат, но свое фе они высказать еще могут, что не очень приятно. Тут тоже выбор, как с ними разбираться. Можно сразу репрессии, диктатуру устанавливать, объявлять Актана вечным лидером. Но знаете, тут на просторах российской анархии таких и так много. Мне кажется, Мишка мальчик поумнее. И он может в тайминге и умеет предпринимать нужные действия тогда, когда их нужно предпринимать. А пока мы с остальными фракциями дурачков лучше договоримся. Ненадолго. Поиспользуем их немного. Поговорим сначала с Буньянченко. Или Буняченко. Такое ощущение, что его самого задолбали все эти интриги. И то, что разные дурачки пытаются им воспользоваться. Так что он только за сотрудничество с Актаном. К телу Мишки. Раз уж он весь такой из себя харизматичный пропагандист. Пусть заставит народ думать о Роа лучше. Еще и Актану разные речи будет писать. Мне совершенно не нравится то, что я сейчас вижу на экране. Почему по территории Блин Самары передвигаются вооруженные силы Моссиленда. А такая страна вообще есть? Да, вот она в Африке. Я надеюсь, игра не сломалась. Я даже догадываюсь, у кого эти афроафриканцы свистнули солдат. У стула Омска. Кстати, давно не видел стула именно на этой стадии. Когда Яцев не смог сохранить свою власть. Да и вообще я давно Омского стула не видел. А солдаты Черной Лиги решили найти себе место получше. Ну, значит, Яцев надоедливой дуришке не будет мне мешать. Ну и хорошо. Ну и по итогу нашей политики теневых переговоров мы хоть и не сделали из-за кдана единовластного диктатора. От слова дик. Но зато само Роа ассоциируется теперь только с ним. Ну и теперь-то можно начать кампанию по объединению с Западной Россией. А Власов теперь вообще практически ничего не значит. Он и так до этого не особо значительную роль играл. А теперь-то не во всем вдвойне пофигу. Военные завоевания Роа можно начать с Татарстана. У них тоже территории смачные, но войск нет нормальных. Совсем маленько для такого широкого населения. Особо долго у них сопротивляться не получилось. И теперь тоже нужно определиться, кому территорию татаров отдать. Но давайте гражданским чё уж. Пусть они хоть чуть-чуть себя почувствуют на коне. С нас с меньшинствами вы окончили. Теперь время ударить чуваков с ещё более мощными территориями. А именно отнятие всяких танкистов в Нижний Новгород. Вообще, как несколько поциков на танков могут контролировать миллионный город? Вред какой-то, с которым мы сейчас и покончим. Ой, надо же, кто тотально доминирует на Дальнем Востоке. Какой интересный мальчик. Будет прикольно его в конце немного побить. Ммм, самое худшее проявление капитализма против идеалистического социализма. Комикс злодей против комикс героя. Тем более Рюрика капитулировали, и появляется хоть небольшой шанс на то, что Дальний Восток может захватить Восточную Сибирь. С Горьким тоже покончено. Дальше у нас освоение новых территорий и Вяткинский князь. И с ним получилось не особенно сложно. Дурак даже Антипина не мог пробить. А эти территории пусть достанутся. А ну опять военным, чё бы нет-то. С последним романом мы разобрались, и следующая остановка... Вологда, блин. Я думал, мне сразу дадут кастрировать шизов. Но в смысле разобраться с арийскими бразерхудниками. Мы одновременно с большевиками объявили войну нейтралом. Но я оказался быстрее. Остались только арийские шизики и объединение большевиков на севере, которые между друг с другом воюют. А, ну так это же замечательно. Всё получится организовать ещё быстрее, чем я думал. Я уж боялся, что социаки могут объединиться со славяно-ариями, и мне придётся на два фронта воевать. Сейчас только наши солдатики немного пограбят захваченные территории и улучшат своё довольствие. И можно идти бить большевиков. А лучше начать с них, они же всё-таки поопаснее, чем васянские арийцы. Первый краснопузый мальчик Андрюша Жданов отлетел. Ну и второй Жора Жуков сразу после взятия Архангельска тоже быстренько капитулировал. Северная проблема решена, осталось только гастрировать шизов. Сука, переводчики гении. Вряд ли эти несчастные ролевики смогут сделать что-то против двухсоттысячной армии. Ну и вот и как бы всё. А блин, я забыл про Онегу, я же ещё что же атаковать. Ну а пока уже сейчас можно сформировать западно-русский комиссариат. Временный, пока что. Хоть мы и коррумпированные, но зато мы сильные. И во всём мире интересно, что мы с этой новоприобретённой силой будем делать. А на Дальнем Востоке, кстати, действительно засел Саблин. Молодец какой, не воевал даже до 70-го года с Менем. Может даже действительно окажется нашим последним врагом. Ну а на Урале Свердловск. Блин, а я надеялся на Кагановича. Экс, и что это у нас в Центральной Сибири? У Покрышкина тут восстание рабочих. И у них дивизий больше, чем у Прота Путина. Хотя, может, бот со временем додумается использовать стотысячный резерв. Но если Костин победит, а при этом на Дальнем Востоке будет Саблин. Интересно, в игре как-нибудь этот момент обыгран? Может, довольно скоро узнаю. Экс, с Финкой я переговаривать не могу, значит, осталось только вторжение. Нифигово, конечно, не тут дивизий по нас спамили. Но вроде бы пробиваемся. И все-таки, кстати, не получилось у рабочих сместить Деранию Покрышкина, силовика сраного. А, жаль, думал, увижу прикольчики. Так, финны предлагают мирное соглашение. И был бы я каким-нибудь супер-желателем объединить Великую Русь, я бы отказался. Но, в принципе, сейчас, может, еще выстроим с ними хорошие отношения. Контрабанду наладим, черный рынок. Ну, зачем нам конфликтовать в самом деле? Выгоднее совместным трудом добывать money. А пока армия Актана совершает еще один подвиг, Власов все такой же грустный сидит, бухает у себя в кабинете. И просто задается одним вопросом, кто я? И нахрена я вообще все это сделал? Ну, короче, старческая деменция у деда началась. Совсем уже ни к чему не годен. И почему-то, как и в случае со Ждановым, у меня во время войны с Финкой, хитрожопые бургунцы подняли объем торговли оружием на черном рынке до огромного. Ну, а в этот раз я как бы и не против. Че, аутистично. То есть, аутентично. Да, ну и, короче, Власов помер. И теперь уж Актан точно имеет полную власть над Конором и Роа. Ох уж этот новый портрет. Прошлый, конечно, в чем-то был лучше, но там такой серьезный тип сидел, можно реально поверить, что он не шиз. А вот тут сразу видно, мистер нашутили. Че, от человека с таким выражением фейса еще можно ждать? Ну, а че уж, в принципе-то на этом и все. В следующий раз будем заниматься не менее интересными веселками. Ну, а пока... Пока... Пока.